И мы встречаем наших земляков-победителей. Тренер сборной Республики Захайкутя по боксу Василий Лисица. Золотой призер по боксу в категории 50 кг Денис Нехаев. Золотой призер по боксу 48 кг категории Ян Алексеев. Золотой призер по боксу в категории 52 кг Петр Егоров. И золотой призер в категории 60 кг Назар Андреев. Добрый вечер. Как приятно слышать. Золотой призер, золотой призер, золотой призер. Прям душу греет. Ну, во-первых, с победой вас, дорогие наши ребята. И первый вопрос, конечно же, к тренеру. Вы довольны результатом своих спортсменов? Ну, в целом, довольны результатом. Но, конечно, всегда хочется еще лучше выступить и больше побед. Но вам не хватило, я так понимаю. Нормально, но еще бы не помешало еще немного. То есть вы рассчитывали на такое количество медалей? Ну, очень трудно рассчитывать, потому что, ну, бокс такой вид спорта. Например, если ты знаешь, в легкой атлетике ты знаешь, что ты бежишь за определенное время, ты знаешь, за какое время бегут твои соперники, там, конкуренты, ты можешь как-то, ну, более-менее спрогнозировать результат. В боксе этого сделать нельзя. Ты не знаешь, кто приедет, какие соперники приедут, как они будут готовы. Ну, и очень много факторов. Поэтому просто готовили команду, надеялись, что мы, ну, отбоксируем, покажем лучшее, что мы можем. Ну, и получилось так, что ребята выступили очень и очень достойно и, как бы, показали хороший результат. Спасибо. Вопрос чисто профессиональный. Ну, не у меня, а ответ профессиональный, да. В каких обстановке, напряженно ли велись тренировки, подготовки к играм Дети Азии? Ну, вообще у нас была такая, можно сказать, целенаправленная подготовка. Мы в конце марта, начало апреля, мы ездили на сбор вместе со сборной России. Перед первенством России в Иркутскую область, это город Байкальск, там хорошая база на берегу Байкала. И вот 11 человек из нашей команды, которая вот сейчас выступала на этих играх, они приняли участие в этом сборе. После этого мы приехали, ребята отдохнули. И уже с начала июня мы, опять же, начали, вот, как бы, подготовку. И вплоть до сегодняшнего дня, до финалов, мы уже были все вместе в одной команде. Мы небольшой сбор провели в Намцах, и потом приехали и готовились в Олимпийской деревне на базе Центра спортивной подготовки «Триумф». Ну, где все, в принципе, у нас было, ну, обеспечено питание и, там, восстановительные мероприятия, там, физиотерапия, сауны и массаж. То есть наши спортсмены готовились хорошо. Видишь, какая подготовка и сауна, и массаж была у боксеров, да? Ребята, ну, у кого это первое золото? Не у кого? То есть у вас у всех уже было золото, да? Все, точно, да, у всех? Ну, они у нас точно медалисты прям, да? Ну, ребята, ну, тогда хорошо. Кто из вас такой самый, скажем, молодой в этом виде спорта? Кто попал буквально туда недавно? Самый маленький, кто у вас? Все друг от друга, да? Ровесники? Да, у нас все соревнования же проводятся в одном возрасте, 2000-2001 год рождения, но самый молодой здесь Назар, по-моему, да? 2001 год рожден. Денис, Денис тоже. А, Денис тоже 2001. Вот два человека. Ну, столько золотых медалей, Василий. Что вы почувствовали, когда оценили всю обстановку? У меня же столько золотых призеров. Что вы сказали своим подопечным? Вот, что самое главное. Ну, вообще, команду готовили у нас четыре тренера, это со всей республики. У нас, как бы, команда тренеров, вот, все готовили. Плюс у каждого из ребят еще личные тренера есть, которые приехали, ну, секундировали, помогали, готовили их к этим соревнованиям, непосредственно на бои выводили. Каких-то таких особых эмоций не было, просто, ну, действительно, очень все соревнования и бои были очень напряженными. И очень-очень много, вот, кстати, бои наши, Денис боксирует. Очень просто напряженные бои, и после каждого боя у нас ребята вот боксировали. Один отбоксировал, сразу же выходит следующий, да. Мы смотрим бой Дениса. Денис, пожалуйста, прокомментируй свой бой. Скажи, вот, что было сложным, кто твой соперник? Противник из Кореи, он был сложный. В чем сложность? Может, у него была какая-то особая техника, или больше, быстрее он был? Как, что было его особенностью? Как ты отметишь? Ну, он, как бы, силен, тоже же дошел до финала. И он как-то тоже быстрый, ну, удары не такие сильные, но противник хороший. Удары не такие сильные, сказал Денис. В сравнении со мной, с какого он подумал, наверное, он про себя. Денис, ну, тогда вопрос к тебе, продолжаем беседу с тобой. Что тебе дает вот занятие боксом, помимо, конечно, физической формы, что для тебя еще бокс? Не знаю. Не знаешь? Ну, конечно, нет, в любом случае это эмоции, в любом случае это энергия, в любом случае... Кстати, посмотри, он очень сдержанный, спокойный парень. А я боюсь теперь, он сдерживает свою энергию здесь, но сейчас выйдем и все выйдет. Возможно, Ян ответит нам, что для тебя бокс, Ян. Бокс, это моя жизнь. Твоя жизнь? Вот какой философский ответ. Бокс, это моя жизнь. Петр, Ян, вот подождите, Ян Алексеев, твой бой, чем тебе он запомнится? Да. Ну, во-первых, соперниками. Казак, ну, сильный был. В мире с головкой, с головкой намоксировал. Выиграл. Ну, выиграл. Потом приехал на Якутск, на Дети Азии. Ага, понятно. Ну, встретились на финале. Ну, выиграл. Ну, с победой надо поздравлять всегда. Когда говорят, когда я выиграл, надо сказать, поздравляем. Всегда думать. В эфире программа «Быстрее, выше, сильнее». Мы продолжаем разговор, продолжаем хорошую, теплую беседу с нашими гостями. Это золотые медалисты и тренер сборной республики Сахай-Якутия по боксу. Еще раз приветствуем вас. Я хочу продолжить разговор непосредственно с ребятами-спортсменами. Назар, скажи, пожалуйста, завел ли ты себе новых друзей? Да. Ну, познакомился с другими ребятами, которые из других стран, с Филиппин, с Казахстана, также с других федеральных округов. Ну, вообще нормально. Петр, у тебя появились друзья новые? Да, конечно. Ну, тоже там из Казахстана, из Кореи и из других федеральных округов тоже. Ну, это все спортсмены по боксу или из других дисциплинах по боксу? Да, по боксу. То есть боксеры нас дружат только с боксерами? Ну, это хорошо. И это правильно. Ребята, у каждого тренера свои, наверное, какие-то напустственные слова. Что вам говорят ваши тренеры во время, перед тем, как выйти? Честно говоря. Честно, что они говорят? Перед финалом у меня тренера настроили в основном тактику. Надо идти поджимать, обрезать углы, по корпусу работать. Так же, ну, идти и бить. Хорошо, на пути иди и бей. Петя, тебя как настраивал тренер? Идти вперед, вырвать победу. Есть в игре, что попадешь в историю. Это, мне кажется, хороший мотиватор. Это мотивация попасть в историю международных игр. Молодцы. А скажите, ребята, вот у вас самые три плюса. Три плюса бокса. Вот что именно плюсы, именно такого вида спорта, как бокс? Три. Назар. Бокс дисциплинирует. Дисциплина. За себя постоять, за своих близких. А самооборона? Ну, вот, да. И физическая форма. Физическая форма. Мальчики у нас молодцы. Да, правильно, мы перед финалом спросили, кто самый говорящий, и они ответили, вот Назар и Петр самые говорящие, и это хорошо. Ну, в принципе, молодцы. Во-первых, мы, конечно же, поздравляем еще раз вас с победой. Мы поздравляем. Василий, вопрос такой. Очень трудно настраивать на победу своих спортсменов. И, может, какая-то есть особая психологическая тактика? На самом деле, как бы, здесь все зависит от того, кого ты настраиваешь. Есть некоторые ребята, которые перед боем волнуются, и их нужно немного успокоить, сказать, что все будет хорошо, что ты тренировался, ты выйдешь, ты ничем не хуже своего соперника. Есть некоторые ребята, которые, наоборот, слишком спокойны, и их нужно разбудить. Можно холодной водой намочить полотенце и брызнуть в него, или можно так легко его ударить, разбудить. Но есть разные штуки. Иди, иди, иди. Вы напугали, наверное, многих телезрителей. Вот если у меня был бы сын, я бы просто побоялась его отдать в бокс после таких приемов. Ну, хотя, наверное, как показывает практика ваша, это помогает, да? Ребята, а как вы будете проводить время этим летом после соревнований? Где будете? В деревне. В деревню уезжает у нас, так. Там спокойно, так хорошо. Назар? Я буду из себя, ну, в родном селе Магань. Поедешь домой, хорошо. Денис и я? Отдыхать будут дома, ребята. Ну, они заслужили это. Ну, конечно, золотая медаль позволяет тебе спокойно прийти домой и сказать, я отдохну, не лезьте ко мне. Скажите, а что бы вы посоветовали вот маленьким мальчишкам, которые вот просто увлекаются, да, увлекаются боксом, но еще пока у них нет возможности попасть в этот вид спорта. Когда им можно начать заняться спортом? Куда прийти и что нужно для того, чтобы добиться именно успеха в боксе? Ну, по всей республике сейчас очень много секций бокса. Это, я сам работаю в Якутске, это центр спортивной подготовки «Триумф», республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа бокса. Занятия бесплатные в 10 лет, то есть с 10 лет мы ждем всех, с 10 до 17 лет вы можете прийти, спокойно заниматься. У нас специально есть группы, группы начальной подготовки, есть просто оздоровительные группы, да, то есть ребята, которые приходят, ну и там без таких, ну, особых целей, да, то есть просто оздоровительные группы. Есть группы начальной подготовки, и там уже, ну, соответственно, дальше тренировочные группы. И как бы все очень, ну, так грамотно построено, что человек, который приходит, он начинает с самых основ, и чем больше он занимается, тем, как бы, его уровень повышается, и он, ну, принимает уже, начинает выступать на различных соревнованиях, ну, а там дальше как у кого получается. И, конечно же, выигрывает, да. Спасибо большое, дорогие наши гости, огромное вам еще раз спасибо за то, что пришли к нам и рассказали про такой вид спорта, как бокс.